Привет всем любителям стратегических игр, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет, и впереди вас ждёт обзор и рецензия на игру Frostpunk 2. Этот выживач в постапокалиптическом замёрзшем мире можно назвать ныне новомодным словом неоднозначный, но я скажу, что игра мне понравилась и понравилась больше, чем первая часть. С другой стороны, я понимаю, почему она не понравилась любителям первой части, но обо всём по порядку давайте. Собственно, Frostpunk 2 сюжетно продолжает первую часть. Если в первой части мы небольшой группой выживали рядом с угольным реактором, то вторая часть начинается с того, что вы выжили, и масштаб игры увеличивается. Теперь вам надо приспособиться к жизни в этом негостеприимном замёрзшем мире. И счёт людей идёт не на сотни, а на тысячи. Масштаб игры скорее становится не тактическим, а стратегическим именно что. И она даже больше становится похожей на какую-то глобальную 4Х стратегию, потому что мы выбираемся на большую карту. Да, я знаю, что в первой части тоже была большая карта, но там мы чисто ходили, собирали какие-то ресурсы, такие мини-квестики делали. А тут у вас могут быть и дополнительные поселения. Это, кстати, чем-то даже Анно 1800 напоминает переключение между этими поселениями. Потому что в песочнице, в которую вы будете играть, у вас будет ваше основное поселение, и вы ещё можете найти на карте три поселения. Одно топливное, другое на еду и третье на материалы. И вот развивая их, проводя между ними дороги, вы пытаетесь выжить в этом мире. К еде, дереву и топливу из первой части Фростпанка добавились ещё модули, из которых вы строите ваши районы. Да, кстати, здесь теперь не здания, а районы. Хотя в них здания тоже можно будет построить. А также тепломарки, местная валюта. Да, и видов топлива, кстати, теперь несколько. Уголь, нефть, пар. И модернизируя ваш генератор, вы сможете их использовать. Либо все три, либо какой-то один более эффективно. Да, и, кстати, размещение районов теперь важно. Если в первой части мы ставили одиночные здания и планировали, как они рядом друг с дружкой будут находиться, и как влиять друг на друга, теперь вы строите районы из нескольких клеток тайлов и планируете, как они будут соседствовать друг с дружкой. Например, если ваш жилой район тремя клетками соседствует с другим жилым районом, то вы будете экономить на отоплении. С другой стороны, например, район, добывающий еду, не рекомендуется ставить рядом с промышленным районом. У вас будет повышаться износ или заболевание в вашем поселении. Это, кстати, новые виды проблем, которые появились во Фростпанке 2. Износ тут, правда, почему-то на русский перевели как разруха. Это, конечно, вне моего понимания, потому что для меня разруха, она в клозетах, как было написано в собачьем сердце. И, на самом деле, правильнее было бы перевести как износ, то есть ваши здания изнашиваются и ломаются. Да, заболевание было в первом Фростпанке, конечно же, но тут изменена его механика. И более очевидно, понятно, откуда эта заболеваемость берется. В первом Фростпанке люди болели, если находились на улице, и все. А здесь влияют разные здания, разные законы. Ну, в общем, это более очевидно, по-моему, сделано. Да, тут появились законы, которые, с одной стороны, вроде и похожи на то, что было в первой части. Но в первой части, если вы уже приняли закон, его нельзя было изменить. И вы шли по какой-то определенной ветке развития веры или порядка. Здесь же у вас вначале дают три группы поселенцев. Причем они каждый раз могут быть разные. Вы можете их выбрать, либо они рандомные будут, как хотите. У них есть определенные предрасположенности. Ну, например, собиратели любят идти по пути адаптации, а не прогресса. И со временем, принимая те или иные законы, вы делаете, что эти группы радикализуются. И у них появляется три явных предпочтения. Вот тоже новшество во второй части. Вот эти три оси развития. Адаптация или прогресс. Заслуги или равенство. И здравомыслие или традиции. Ну вот, например, в той игре, которую я вам сейчас показываю на экране, у меня появились радикальные фракции ледокровок и технократов. Ледокровки идут по пути традиций, заслуг и адаптации, а технократы, соответственно, по противоположному здравомыслию, равенству и прогрессу. Эти радикальные фракции всегда у вас противоположны. Ну, а какие появятся, там, зависит от того, кого вы взяли начальными и какие вы законы принимали. Незамысловатый подсчет скажет вам, что всего фракций может быть восемь. По четыре с каждой стороны. На самом деле, в сюжетных прохождениях, вот когда вы будете проходить сюжет за Нью Лондона, там фракции немножко другие, именно названия. Ну, это для сюжета сделано. Но в Песочнице, вот когда вы будете играть, проходить представленные карты разработчиками, то там этих фракций, в общем-то, восемь. И вот тут начинается лично для меня самая интересная часть игры. У вас появляется парламент, где вот эти пять фракций, то бишь три изначальных и две радикальных, голосуют за предложенные вами законы. Более того, эти законы вы сможете даже менять. И вот тут игра превращается в такой симулятор политика, причем довольно объективный, конечно, со множеством условностей, но тем не менее, вам постоянно придется лавировать между пятью вот этими группами, чтобы и продвинуть необходимые, по вашему мнению, законы, и не испортить с ними отношения. Потому что испорченное отношение приводит к снижению доверия и повышению напряженности. Тоже два новых механизма во втором Фростпанке, но во многом они похожи на то, что было в первом Фростпанке. Там была надежда и беспорядки, что ли, как так называлось. Ну, в общем, счастье. Надежда и счастье, что-то такое. Тут немножко по-другому это все сделано, потому что доверие именно базируется на отношении к вам вот этих политических фракций, а напряженность от того, что у вас происходит в городе. Ну, а тем не менее, идея та же. И вот здесь, по-моему, игра прям разворачивается на полную катушку, потому что вам надо исследовать более современный генератор, например. Денег нет. Вы хотите повысить налоги. Да, технологии тут стоят денег. Примерно то же самое было и в первом Фростпанке, правда, там они стоили ресурсы. Тут только деньги. Ну и вот, вам надо, например, 100 монет на новый генератор, только чтобы его открыть. А у вас поступление, там, 8 монет в ход. Надо повысить налоги, либо снизить потребность в товарах, а этот закон мало кому нравится. Тогда вы его выставляете на голосование, но перед этим договариваетесь с другими фракциями. Например, технократы за это хотят, чтобы мы приняли закон значок прокаженного. То есть больные в городе будут обозначаться специальным значком на груди, что, несомненно, повысит напряженность. И вот это лавирование между пятью фракциями, по-моему, реально добавляет новый слой стратегии. Вы не можете сделать только то, что вам хочется. Вы сначала должны пролоббировать закон, а потом еще и разобраться с последствиями того, что вы наобещали. Но тут, правда, действительно разработчики используют условности, потому что обычно вы фракциям, которые, например, против этого закона, обещаете довольно простые вещи. Даже не принять какой-то другой закон, который им по нраву, а просто его открыть, этот закон. Или просто выставить этот закон на голосование, потом его принимать совсем не обязательно будет. А в реальной политике не совсем так. Раз вы просите проголосовать за одно, то впоследствии вам придется проголосовать за что-то другое. Кроме того, это еще и симулятор становления диктатуры, потому что дальше вы в течение игры будете проводить законы, которые будут давать вам все больше и больше власти, и в конце вы становитесь реально диктатором. Или как тут вас будут называть капитаном. Давайте я в очередной раз внесу политику на игровой канал, ведь как это так, на игровом канале договорить про политику, тем более в игре, где даже эта политика встроена в механику, не дай бог. Ай-яй-яй, несчастным эскапистам напоминаю о реальности. Так вот, тут мне кажется, очень хорошо можно увидеть, как, например, тот же Лукашенко узурпировал власть, или Путин. Как он постепенно убирает свободы, я уже говорю про капитана в этой игре, свободу выбора для своей единоличной власти. Опять же, повторю, это условно сделано, но механизм понять можно, и тем более представить, как это размазано на 20 лет нахождения наших любимых диктаторов в власти. В общем, по-моему, продолжение Фростпанка получилось интересным. Стоит упомянуть и минусы, конечно же. Во-первых, оптимизация. Люди даже с последними видеокартами жалуются на тормоза, но я думаю, что со временем это всё починится. Во-вторых, естественно, баланс. Вначале игра кажется сложной, но, поверьте мне, разобравшись, вы даже на последнем уровне сложности будете проходить без проблем. Например, тут кроме сюжета есть так называемые песочницы, там разные карты для них, и там вы можете выбрать себе одну из трёх условий победы. Первое, там, это вырастить город до какого-то количества жителей, второе, это вырастить колонии до какого-то количества жителей, и третье, это накопить какое-то количество ресурсов. Так вот, например, третье, даже на последнем уровне сложности, я выполнял, например, ещё до кризиса с фракциями. Забыл рассказать, что со временем ваши вот эти радикализованные фракции обязательно начнут поднимать восстание, и вам надо будет выбрать, либо пойти на поводу одной из них, либо обе усмирить, либо, наоборот, с обеими как-то договориться. Ну, короче, там большой выбор. Более того, если вы идёте на поводу одной из них, то что сделать с другой? Вы там можете переселить в другую колонию, можете вообще всех поубивать, либо перевербовать, то есть там выбор большой. Но это вот, считайте, практически конец игры, как бы, и он будет происходить у вас на каждой карте. А я вот выполнял на последнем уровне сложности вот это условие по сбору, там, по-моему, надо по 100 тысяч собрать еды, топлива, материалов, товаров и ещё что-то. И при этом, чтобы у вас в городе не было никаких проблем. А проблемы в городе — это преступность, заболевания, холод, голод и та самая разруха, которая на самом деле износ. Вот если у вас ничего этого не происходит, и вы накопили 100 тысяч, вы побеждали. Я вообще без проблем. Кроме того, вот сами пути тоже не совсем сбалансированы. Например, если вы будете выбирать между адаптацией и прогрессом, это, считайте, вы в зданиях будете выбирать между зданиями, которые либо дают заболеваемость, либо которые дают разруху, ту самую, или износ. Так вот, выгоднее, чтобы повышался износ, а не заболеваемость, потому что заболеваемость убирает ваших рабочих, они некоторое время ещё лечатся, чтобы вернуться в строй, и, соответственно, у вас меньше рабочей силы, и экономика хуже работает. А износ одномоментно выключает какой-то район, то есть он типа износился, и он больше не работает. Вы можете сразу же его починить, прям мгновенно, использовав какое-то количество модулей, с которыми в игре лично у меня никогда не бывает проблем. То есть вы сразу чините этот район, и он продолжает работать, вместо того, чтобы ждать, что он как-то со временем починится, что было бы правильнее. И вот и получается, что, например, через износ лучше играть через заболеваемость. Кроме того, сами карты могут там сгенерироваться. Я одну игру проиграл даже не на последнем уровне сложности, а на стандартном уровне сложности из-за голода. То есть на моей карте, где я появился, вроде было достаточно еды, но со временем она вся закончилась. У меня попребывало больше жителей. На карте глобальной я других источников еды не успел найти, и всё. Вот так, бесславно, все умерли с голода. Хотя, например, в первой части у вас бы просто умирали с голода, больше жителей бы не становилось, и со временем эта ситуация бы выправилась. Да, с большим количеством недовольства вы бы столкнулись, но это было бы решаемо. Но это всё вопросы баланса, которые будут правиться патчами. Мне кажется, это не проблема игры. Почему же многие любители первой части восприняли вторую в штыки? Ну потому что она действительно поменяла свой фокус. И то, что мне не нравилось в первой части, ушло во второй. То есть вторая, как я и сказал, стала больше такой глобальной стратегией. А первая, в моём представлении, это была скорее стратегия головоломка. Потому что у вас в течение игры у вас происходили какие-то неожиданные события, которые ломали вам всё, что вы там делали. Всё приходилось как-то заново перестраивать. И меня вот это дико бесило, потому что это получалась не стратегия, а именно головоломка. Ты не мог стратегически планировать, что делать. Здесь же у вас и заранее вы видите, когда буря будет налетать на ваше поселение. Кстати, бури теперь не только, конечно, повышают потребность топлива, потому что понижают дикую температуру. Но у них там ещё всякие другие минусы происходят. Там могут, например, снизить добычу материалов определённых. Или пишут, у вас загустеет нефть в трубах, соответственно, вы нефть не сможете использовать вообще во время этой бури. И вам надо рассчитывать на другие какие-то, на какое-то другое топливо. Плюс за счёт измены законов вы можете... Замены. За счёт замены законов можете стратегически менять, что вы делаете. Глобальные новые поселения. Но ушла вот эта камерность. То есть у вас нету... Вы не знаете по именам и фамилиям каждого жителя, как было в первой части. Там иногда возникают всякие сообщения от какого-то жителя типа. Но вы всё равно их не можете выбрать внутри поселения. По-моему, такой подход разработчиков достойен уважения, когда они не делают одну и ту же игру второй раз. Они сделали вторую хорошую игру, но другую по механикам. Но она действительно продолжение. Это развитие истории, а не тех же щей побольше влей. Если вам нравится первый Frostpunk, так и играйте в него. Я считаю, что 11bit Studios молодцы, что не побоялись поменять подход к игре. Поэтому объективно сказать, что, например, Frostpunk 2 лучше, чем Frostpunk 1, я не могу. Для меня он точно лучше, а для кого-то первый Frostpunk лучше. Я понимаю, почему. При этом это не значит, что вторая игра хуже. Это действительно разные стратегии. Я, например, во второй Frostpunk уже наиграл в два раза больше часов, чем в первый. Но понравится ли она вам, вот я и пытаюсь этим обзором показать. Мне кажется, что если вам нравятся глобальные стратегии, то Frostpunk 2 вам должен понравиться больше, чем Frostpunk 1. Тем более вот эта атмосфера замерзания, по-моему, никуда не делась. Еще ради интереса можете, кстати, посмотреть рецензию на первый Frostpunk от меня. Ссылка будет в описании и в прикрепленном комментарии где-нибудь тут вот в верхнем правом углу. Просто сравнить впечатления. Я еще даже специально сходил и в первый Frostpunk сыграл, чтобы понять, что да, мне все-таки второй точно больше нравится. И, несомненно, я эту стратегию вам рекомендую. Ну, а ваши впечатления, мнения или поправки, надеюсь, прочитайте в комментариях. Спасибо, что посмотрели. Не забудьте поставить лайк и поддержать канал донатом или суперспасибо. Играйте в умные игры. Слава Беларуси, живи Украина. Всем пока. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку.